Среди всего того безобразия, которое творится на ютубе, найти канал со стоящей, полезной и научно подтвержденной информацией действительно непросто. Лично для меня открытие канала доктора Демченко стало приятной неожиданностью, и я был очень обрадован той информацией и теми ответами на интересующие меня вопросы, которые я нашел на его канале в роликах за авторством самого доктора Демченко. Если интересно, то меня интересовал непосредственно медиальный эпикондилит и боль в лопатках, вызванная неправильным положением тела во время работы за компьютером, когда все, мы знаете, сидим скрюченными и проводим в этом положении продолжительное время в течение дня. Тем не менее, несмотря на то, что мне понравились эти ролики, я решил посмотреть, что еще есть на канале и в части непосредственно моей сферы интересов. Это упражнение с собственным весом тела на турниках и брусьях, подтягивания, отжимания, приседания и так далее, и так далее. И нашел ролик под названием «Подтягивание. Правильная техника», который я не мог не разобрать, тем более, что прямо в названии есть слово «Правильное». Предлагаю вам сегодня вместе со мной посмотреть это видео и разобрать его с научной точки зрения. Будет интересно. Поехали. Но перед тем, как мы начнем, я должен сразу же, сразу же прокомментировать название, потому что оно вводит в заблуждение. Видео называется «Правильная техника». Но дело в том, что никакой правильной техники не существует. Если мы говорим об упражнении как таковом, то нельзя использовать такие слова, как «правильно» или «неправильно». Это оценочное суждение, которое подразумевает наличие какого-то идеала. Но если вы сдаете норматив по подтягиваниям в школе или в какой-нибудь организации, и там есть четкий список требований, в соответствии с которыми нужно выполнять подтягивания, тогда можно будет, сравнивая ваши подтягивания с теми требованиями, говорить, правильные они или нет. Если вы тренируетесь для себя, для своего здоровья, то таких требований нет. И вместо них можно использовать два других определения. Во-первых, эффективность. Во-вторых, безопасность. Поясняю. Если вы подтягиваетесь в частичной амплитуде, не до конца разгибая локти и не до конца поднимая подбородок над турником, это правильно или неправильно? Если у вас нет четких критериев, нельзя сказать, правильно это или неправильно. Но можно сказать, что это будет менее эффективно, чем работа в полной амплитуде. Другой момент. Если вы, потянувшись на самый верх, резко бросаете себя вниз и вообще не включаетесь в работу своей мышцы на негативной фазе подтягиваний, а внизу повисаете просто на плечевых связках. Правильно это или нет? Если нет критериев, мы не можем сказать. Но мы можем однозначно сказать, что это будет менее безопасно, чем подконтрольное опускание тела вниз. Я хочу, чтобы мы сразу это поняли, закрыли этот вопрос, никакой правильной, неправильной техники в общем варианте нет. Есть эффективная техника, есть безопасная техника. Чаще всего они идут рука об руку, но иногда конфликтуют друг с другом. Но в этом плане мы будем разбирать видео Юрия Спаса-Кукотского про читинг, и там уже подробнее об этом поговорим. А сейчас у нас подтягивание, которое нам будет показывать почему-то не доктор Демченко, хотя я ожидал его увидеть на его персональном канале. И, собственно говоря, поэтому я и назвал ролик, что доктор Демченко не умеет подтягиваться. Не нужно слишком серьезно относиться к этому названию. Я его так назвал просто потому, что эту информацию дает нам не сам доктор, к сожалению. Меня зовут Артур Шапилев, я врач ЛФК в клинике Динамика. В прошлом видео мы научились делать вертикальную тягу, и сейчас мы перейдем к вишенке на торте. Это подтягивание. Подтягивание крайне важное движение, крайне замечательное упражнение для развития силы. Мышц спины и плечевого сустава. Поэтому мы разберем основные ошибки, постараемся их исправить, и потихоньку будем делать прогрессию подтягиваний. Прежде чем начать делать подтягивания, стоит убедиться в том, что вы научились контролировать положение лопаток, а именно уводить их назад и вниз. Ширину хвата мы возьмем относительно нейтральную, то есть примерно чуть шире наших плеч. Повиснем полностью, расслабившись. И первое, что мы поделаем, это движение лопатки назад и вниз, которое мы плотнее разбирали на предыдущем видео. Для того, чтобы активировать мышцы вокруг лопатки. Если у вас не получается выполнить это движение и зависнуть наверху на зафиксированных лопатках, вам стоит потренировать мышцы спины чуть-чуть побольше. Иначе при отсутствии контроля плечевого сустава могут появиться различные боли в плече, или также при потере контроля есть риск получить травму, если вы это делаете в первый раз. Да, действительно, подтягивания начинаются именно с отведения лопаток назад и вниз, для того, чтобы включить в работу мышцы плечевого пояса, мышцы окружающих плечевой сустав, для того, чтобы стабилизировать его в процессе нагрузки. Если у вас пока не получается выполнить это упражнение в весе на перекладине, вы можете потренировать его в австралийских подтягиваниях. Там нагрузка будет меньше, но работа, которая будет совершать лопатки, будет точно такой же. Поэтому вы можете потренироваться, набрать сил и потом уже переходить на высокую перекладину. Кстати, хочу сразу обратить внимание на то, что ведущий использует турник, единственный, который есть в тренажерном зале, и он не совсем подходит для подтягиваний, потому что он недостаточно высокий, и ведущим приходится сгибать ноги в коленях для того, чтобы подтягиваться. На уличных же турниках вы всегда можете найти турник подходящей высоты, чтобы вы могли подтягиваться с прямыми ровными ногами. Даже такая мелочь будет влиять на технику, я в ней чуть позже скажу. И если вы хотите получить от этого упражнения максимум, то ищите турник подходящей высоты. Предвосхищаю некоторые комментарии, которые появятся под видео. Мы можем использовать несколько вариантов подтягивания. Мы можем использовать вариант как на зафиксированные лопатки, когда я их увел назад и вниз, держу их и подтягиваюсь за счет локтевого и плечевого сустава. Так и вариант, когда мы в нижней точке провисаем на лопатках, чтобы сделать потом движение лопатками назад и вниз, только потом сделать движение в локтевом и плечевом суставе. Поэтому покажу и тот, и тот вариант, какой будете использовать вы, решать вам. Я могу подтягиваться как на зафиксированных лопатках, начиная поднимать себя вверх, опускаясь вниз. Когда основное движение у меня происходит в локте и в плече, на зафиксированной лопатке. Так и вариации, где я каждое повторение отпускаю лопатки. То есть я зафиксировал лопатки и здесь я провисаю на них. Прорабатывая мышцы лопатки в динамическом режиме, а не в статическом. Давайте обратим внимание на несколько моментов, которые мы сейчас увидели. Момент первый. Хорошо, что он снял футболку и мы увидели работу мышц, работу лопаток. Действительно, можно полностью провисать в плечах, когда вы делаете подтягивания, и это будет максимальная амплитуда, будет максимально тяжело. А можете работать уже со сведенными лопатками. Однозначно здесь сказать нельзя, потому что все будет зависеть от ваших целей. Если вы хотите также дать нагрузку на мышцы, отвечающие за стабилизацию плечевого сустава, то, конечно, нужно делать в полной амплитуде. Если ваша задача качать спину и качать руки с помощью подтягиваний, работать на количество подтягиваний, делать взрывные подтягивания и более всякие разные продвинутые штуки, то, естественно, это все делается с уже приведенными лопатками, с уже сведенными лопатками, когда плечо находится в стабильном положении и не теряет его в каждом повторении. Таким образом, имеет смысл делать оба варианта, они служат разным целям, и нужно это знать. Второй момент, как вы можете обратить внимание, когда он делает подтягивания, ему становится тяжело, он соединяет ноги крестом сзади для того, чтобы создать закрытую конструкцию, так сказать, то есть он начинает давить одной ногой на другую, замыкает контур, и, соответственно, ему становится подтягиваться чуть легче. С другой стороны, как я уже в одном из предыдущих роликов объяснял, если вы будете постоянно вот так одну ногу на другую ставить и давить на нее под нагрузкой, то, если вы так делать изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, не удивляйтесь потом, если у вас будет проблема с перекосом таза, потому что у вас с одной стороны будут мышцы перенапряжены, а с другой расслаблены. Именно из-за того, что одна нога все время давила, а другая не давила. Поэтому я бы не рекомендовал так делать. Держите ноги вместе, и не так, как он показывает на видео, когда он просто их согнул, а обязательно напрягите. Если вы посмотрите внимательно, то у него согнутые ноги, но при этом у него расслаблен пресс. У него возникает вот этот вот прогиб в поясницу, он отлично виден. Именно из-за того, что он не напряг пресс и, опять же, облегчил себе выполнение подтягивания. То есть по этому ролику я могу сразу сказать, что подтягивание для него не самое любимое упражнение. Он делает его не так часто, как, например, его делаю я. И поэтому он не следит за этими моментами, не знает моментов. Может быть, ему пока еще очень тяжело их делать. Но в любом случае, если вы хотите получать от подтягивания максимальную отдачу, чтобы каждое повторение прям давало максимальную вам прокачку, то следите за ногами, следите за тем, чтобы пресс был включен. Тогда вы и мышцы кора заодно задействуете. И все будет здорово. Если вдруг он смотрит этот ролик, то вот тебе мой совет такой, как ты можешь улучшить свои подтягивания, сделать их более четкими, более сложными. И последний момент, который хочу сказать. Если высоты турника не хватает для того, чтобы подтягиваться на нем с прямыми ногами, то имеет смысл выводить ноги не назад, а вперед. Если вы чуть-чуть подкрутите таз, то пресс еще больше включится в работу. А помимо этого, широчайшие мышцы спины, которые крепятся к плечу и к тазу, они еще чуть больше растянутся. Упражнение станет сложнее. И именно по этой причине огромное количество топовых уличных атлетов делает подтягивания с уголком. Потому что таким образом они могут прокачать себя еще больше. Казалось бы, незначительные малюсенькие моменты, на которые многие даже не обращают внимания. Но именно они на долгосрочном периоде и создают разницу между тем, какие результаты вы получаете и какие вы могли бы получить от тренировок в собственном весе. Посмотрим, какие советы дает автор. Также, если вам тяжело подтягивать себя наверх, удерживая контроль лопаток, для того, чтобы выработать этот навык, мы можем использовать следующий вариант. Для этого нам понадобится степ, если вам не хватает роста, дотянуться до турника. Либо же, если вы тренируетесь на площадке, в спортивной площадке, у вас есть несколько турников по высоте, мы можем использовать их. Вариант заключается в следующем, что я зафиксировался, я поднял себя на носках вверх, я фиксируюсь, фиксирую лопатки внизу и провисаю медленно на них, не теряя контроль лопаток. Еще раз. Я поднялся на носки, включил лопатки, повис на них, подержал чуть-чуть и очень медленно опустился вниз. Такой вариант поможет за счет эксцентрического режима или негативного режима быстрее улучшить моторный контроль движения и силу мышц спины, что поможет вам быстрее подвести себя к адекватным техничным подтягиваниям. Да, негативные подтягивания – это один из вариантов тренировки, вариантов подготовки своих мышц, если у них пока не хватает собственных сил на выполнение упражнения. Сюда же можно отнести вариант, как я уже сказал, с австралийскими подтягиваниями, когда вы выполняете то же самое сведение. Также можно использовать, например, резиновые петли, потому что они также снимут с вас часть нагрузки и позволят выполнить движение. То есть надо понимать, что все подобные подводящие упражнения строятся по одному простому принципу. Убрать с вас часть нагрузки. Это либо может быть часть амплитуды движения, либо часть вашего собственного веса. Но уменьшая нагрузку на мышцы, вы выравниваете свой уровень подготовки и уровень сложности упражнения до того момента, пока не получаете возможность делать его технично. Также стоит отметить, что во время подтягивания ваша задача тянуться не макушкой к потолку, а тянуться верхом грудины. Тянитесь этим местом к перекладине. Я бы по-другому сформулировал этот совет, на самом деле, потому что я не знаю никого, кто тянулся бы макушкой к потолку, особенно на улице. На улице нет потолка, только небо является нашим пределом. Следующая ситуация. Многие считают, что потягивание – это когда ты тянешь себя к турнику. Они, собственно, виснут и тянут себя к турнику. Для того, чтобы по максимуму включать мышцы спины, плеч, рук, использовать технику, которая будет давать максимальную нагрузку, думайте не о том, что вы себя тянете к турнику, а о том, что вы тянете турник к себе. По аналогии, если вы когда-нибудь двигали диван, вы никогда не двигаете диван, пытаясь себя притянуть к дивану. Нет, вы тянете диван к себе, и, соответственно, раскрываете грудную клетку, отводите плечи назад, сводите лопатку, и тянете какой-то большой предмет, обычно это диван, на себя. В этом плане, если вы поймете, как это делать, на австралийских потягиваниях отлично можно отработать вот это вот тяговое движение, когда вы что-то тянете на себя. Когда вы поймете, как это работает, просто переходите на турник и делайте то же самое. Не себя к турнику, а турник к себе. Небольшая разница, но я надеюсь, что она позволит вам лучше понять, лучше прочувствовать это упражнение и сделать его более эффективным. Таким образом, вы будете держать грудную клетку раскрытой, и вам будет проще фиксировать лопатки. Нюансы про хват. Во время подтягиваний старайтесь, чтобы у вас не было сильного сгибания запястья, потому что в этих моментах бывает достаточно сильный риск травмы, если мы говорим о техничном движении. И также старайтесь не работать с рукой в запястье в приведении, потому что я часто встречаю такие варианты в своей практике. Нейтральное положение запястья, хват не на пальцах, а всей кистью. Мощная фиксация, нейтральное положение. Это правильный совет. Действительно, если вы будете браться за турник пальцами, или если вы будете вкручивать кисть, то вы будете создавать очень большую нагрузку на мышцы вашего предплечья. И при этом вы еще висите всем своим телом на своих руках и вкручиваете предплечье, а эти мышцы, в принципе, не рассчитаны на такую большую нагрузку. Мышцы предплечья не созданы для того, чтобы удерживать весь ваш вес. И, соответственно, травмы, связанные как раз с медиальным эпикандилитом, с воспалением сухожилий предплечья в локтевом суставе, они очень часто встречаются у начинающих армрестлеров, у начинающих скалолазов, которые не используют безопасную технику и слишком сильно нагружают свои предплечья. Травмы неприятные. На канале есть отдельный ролик, в котором я рассказываю, как от них избавиться, который уже помог огромному количеству людей. И если вдруг вы столкнулись с этой проблемой, надеюсь, он поможет и вам. На другом канале есть видео о том, как нужно правильно браться за турник для того, чтобы не было мозолей, поскольку этот момент здесь не был освещен, то я рекомендую посмотреть. Действительно, способ простой, бесплатный и хорошо помогает. А в остальном, да, все правильно сказал, я согласен. Мы разобрали очень важное базовое движение, как подтягивание, которое я советую включить в тренировочную программу каждому человеку, который занимается в тренажерном зале, либо занимается иным другим видом спорта. Спасибо за просмотр. И если у вас есть какие-то запросы по поводу разбора техники иных упражнений, обязательно пишите об этом в комментариях, и мы учтем. Вот такой вот небольшой ролик. Я категорически не согласен со словами, что мы разобрали, потому что, по сути, он разобрал всего две вещи. Первое, как работают лопатки, как они должны работать в этом упражнении, и это действительно важно. И второе, он немножко сказал про то, как браться за турник, но чуть-чуть. То есть даже у меня в ролике, который называется «Все секреты подтягивания в одном видео», и который по продолжительности примерно такой же, дается гораздо больше полезной информации. То есть назвать этот ролик «Подтягивание. Правильная техника» некорректно. Это, наверное, подтягивание, правильная техника работы лопаток, правильная техника включения лопаток в работу. Вот тогда да. Потому что он ничего не сказал ни про дыхание, ничего не сказал ни про ноги, ничего не сказал про разные виды хватов, верхний, нижний, обратный хват, да, наш любимый, который все путают, и много других моментов, которые он не осветил. Поэтому я понимаю, что ролик небольшой, но от ролика с таким названием я, честно говоря, ожидал большего. Собственно, по этой причине он и попал к нам на разбор. Тем не менее, вся та информация, которую он все-таки в ролике дал, она абсолютно правильная. Мне хотелось только кое-что добавить, что осталось за кадром, хотя мы в ролике это видим визуально, но эту информацию не озвучивают, а я считаю, что озвучить ее нужно. Вот такой вот разбор вышел. Если вам нравятся наши разборы, если вы хотите поддержать наш канал, то это можно сделать своими покупками на сайте нашего спонсора, магазина WorkoutShop.ru. WorkoutShop.ru — это лучший спортивный инвентарь для тренировок дома и на улице с бесплатной доставкой по всей России. Так что переходите по ссылке в описании и делайте заказ прямо сегодня. Ну а если вы уже обзавелись всем необходимым для тренировок, то можете подписаться на наш проект на сайте Boosty, оформив ежемесячную подписку от 100 рублей, и эти деньги напрямую пойдут на улучшение нашего контента, на более регулярную съемку видео, на улучшение качества звука, картинки, на им оператора, монтажера, увеличение нашей команды проекта и так далее, и так далее. Соответственно, мы сможем выпускать ролики чаще, делать их лучше, интереснее, глобальнее, и все в таком духе. Потому что нам этот формат нравится, вам он тоже, судя по вашим комментариям, нравится, поэтому будем продолжать работать в этом направлении. Если у вас есть предложения по будущим разборам, если у вас есть вопросы по роликам каких-то фитнес-гуру с YouTube, обязательно пишите их в комментариях. Мы все комментарии читаем, на все комментарии с вопросами отвечаем. К лучшим комментариям ставим сердечки, и, вы знаете, да, нам приятно читать такие приятные комментарии. На этом все на сегодня. С вами был Антон, канал Street Workout, и увидимся в следующий раз. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok